мобильный проект но уже не сам паски уже в крымпе то там я не знаю обычно может быть крымпы может быть вот все прочее я расскажу о аризоне рп подобно тому как рассказывал про есть какие-то схожие вот усыпано всем этим однако как все это будет выглядеть на у людей которые играют без лаунчера и я что-то вообще то есть там вроде как сильно функционал не отличается но я не увидел а как выглядят вот эти вот машины которые и сейчас вот ну то есть снег скине сутенера это 24 9 по моему или дни вот 294 это вузе 249 по-моему раз таки заснять видеоролик выложить там его из на 1 2 3 4 5 6 но ну они стараются с каждым годом все лучше и лучше и вот когда-то у них разумеется был застой когда и квесты были но контент скорее мне кажется будет и неплохой интересный по квестам новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании я продолжаю своих новостных сводках рассказывать вам об аризоне рп потому что ну или о аризоне рп об аризоне рп потому что вы знаете в чем дело я давно а ну вот не было такого что вот я рассказываю абразоны рп потому что ну наверное потому что не выходят новости а так как новости не выходят рассказывать нечего делать в целом нечего поэтому я сижу думаю блин а как же фигово что ничего не выходит и рассказывать то в общем то нечего и я сидел думал типа знаешь какое-то но немного неправильно типа но я играю на аризонер вернее я снимаю это разные вещи играйте снимать это всегда Да, было вот разными вещами. Я снимаю на Аризон Эрпэй. По сути, вот новости с этого проекта, они должны быть в приоритете. Но, по сути, вот как-то вот я ухожу куда-то не в ту стезю. То, я там не знаю, мобильные проекты вот эти вот. То, мобильные проекты, но уже не самповские, уже в КРМП. То там, я не знаю, обычные, может быть, КРМП. Может быть, вот всё прочее. И ты сидишь вот так вот, думаешь, блин, а почему я про Аризону-то забыл? Она же так, знаете, под своё крыло взяла. Она же всё сделала. Всё же было круто. А сейчас вот так происходит. Почему? Не особо понятно. И не особо, так знаете, во всё это верится. Именно поэтому, вот, ну как-то даже не знаешь, о чём можно рассказывать на сегодня. Я расскажу о Аризонной РП, подобно тому, как рассказывал про, там, я не знаю, бриллиант РП. Или там про какие-то вот эти вот все прочие вещи. Ну, я думаю, что вы меня понимаете. Сегодня у нас будет обзор скриншотов. На моём первом канале Задан Семён на английском, обзоры скриншотов были, прям, знаете, постоянно. Особенно под конец данного канала. Надеюсь, что этот канал не закончит так же, как тот. Потому что тогда будет обидно, неприятно, неловко. И, ну, кто вообще будет доволен от всего этого? Я думаю, что никто. Ладно, давайте уже перейдём и, наверное, начнём всё это делать. Первый скрин с новогоднего обновления Аризона Ролеплей. И тут мы можем увидеть много вещей сразу же. То есть, изначально я даже вот, если честно, понять не могу, а где это находится. То есть, ну, типа, есть какие-то схожие черты. Есть вот прочие вещи. Но почему-то я вообще узнать не могу, где это. Типа, у меня предположение даже, может быть, где-то в ЛВ, там, я не знаю, ещё где-то. Это, по-моему, какая-то деревня в ЛВ. Вот усыпано всем этим. Однако, как всё это будет выглядеть у людей, которые играют без лаунчера, вот тут, конечно, вопрос. Вот тут непонятно немного. Типа, я не знаю, я давно не играл на Аризоне РП, там, знаете, без лаунчера. Хотя нет, по-моему, когда геймплей снимал для обзора, я играл. Но, тем не менее, это было давно и неправда. И я что-то вообще, то есть, там, вроде как, сильно функционал не отличается. Но я не увидел, а как выглядят вот эти вот машины, которые недавно добавили. Я ещё бомбил по поводу них, то, что вот это вот всё будет. Там, Геленваген, там, какие-то вот эти вот все прочие машины из реальной жизни. Я говорил, мол, чуваки, блядь, ну как так можно? Это ж полнейший пиздец. Как вообще, как у вас в голове-то такое умещается? Сидел, просто охуевал от этого и говорит, блядь, ребят. Потому что это ж вообще залупа полная. И сейчас вот, ну, то есть, нет. И скин Деда Мороза. Скин Деда Мороза, мне кажется, тут лишний. Тем более, если вы сможете надеть каждый первый, может быть, даже каждый второй. Это прям вообще полная залупа будет. Ты будешь, я не знаю, сидеть и охуевать от того, что ты вот, я не знаю, допустим, в скине сутенёра. Это 249, по-моему, или... Нет, вот 294 это вузи, а 249 это, по-моему, как раз таки мой скин. Ты будешь вот в обычном вот в таком вот скине рядом с твой кит, блядь, Деда Мороза. А как они будут выглядеть с обычной игры, не с лаунчера, это, конечно, тоже вопрос, секрет и многие другие вещи. Также я особо сильно тут этого касаться не буду. Может быть, потом сделаю отдельный видеоролик с рассказом о том вообще, что там будет, чего там не будет. Там ещё будут квесты. То есть, вот, это пока что всё, что я могу сказать, будут квесты. Какого формата они будут, будут ли они вообще отличаться, что вообще там будет. То есть, разумеется, я постараюсь обо всём этом заснять видеоролик, выложить там, я не знаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января. Может быть, ещё каких-то вот этих вот во всех январских числах. В общем-то, мы посмотрим, как там всё это будет происходить. И что вообще по итогу из всех вот этих вот вещей выйдет. Однако, вот то, что я вижу на данный момент, оно выглядит прям неплохо. Если они перестроили вот эту вот всю локацию, если они сделали прям вот, ну, какую-то такую кропотливую работу, то, ну, разумеется, молодцы. Потому что, ну, ну, они стараются с каждым годом всё лучше и лучше. И вот когда-то у них, разумеется, был застой, когда и квесты были одни и те же, когда и трава была не такая зелёная, когда и там прочие вещи были. Чего уж греха-то, я вроде тоже наезжал на всю эту хуйню. То, что квесты были типа вообще пиздец одинаковые, что на 9 мая, блядь, что на Новый год, по-моему. Сейчас они вроде как хоть отличаются, но, разумеется, новогодние квесты ещё не вышли. Может быть, на момент данного видеоролика они уже выйдут. Тем не менее, нам вот сейчас вот ничего не вышло. Но контент скоро, мне кажется, будет неплохой, интересный. По квестам пройду, расскажу. Может быть, не в числе первых. Может быть, там, я не знаю вообще. Не пройду, может быть, пройду, но не выложу на YouTube. И вот. В целом, некоторые пишут то, что их не устраивает лаунчер. То, что, блядь, ну вот зачем? Я хочу поиграть с обычной GTA, со своей сборкой, со всеми прочими вещами. А меня вот это вот заставляют какие-то ежовые рукавицы. Меня, я не знаю, одевают постоянно. И ты сидишь, думаешь, блядь, да что ж вы делаете такой ироды, блядь. Отпустите меня, я хочу нормально поиграть. Но, разумеется, в данный момент можно играть как на обычном вот этом вот всём GTA-самповском клиенте, так и на клиенте Arizona RP. То есть, всё работает так, знаете, стабильно. Никаких вот таких, знаете, вылетов, хуэлетов я не наблюдал. Однако, вот то, что я камхант, блядь, не могу установить на лаунчер, это, конечно, меня, блядь, удручает максимально. Потому что, блядь, камхант, мне он нужен. Пиздец как нужен. Я же часто там могу что-то подснимать. Я же часто могу там что-то ещё сделать. А я не могу его установить. Я устанавливаю, блядь, и он меня крашит. Но если сборка чистая, если я туда ничего не ставлю, если там всё остальное в порядке, то в целом я вообще не замечаю того, чтобы как-то мне всё это мешало, чтобы там была какая-то прочая вся хуйня. Я такого вот лично, я такого вообще не замечаю, чтобы были какие-то прочие вот эти вот все штуки. Захотел там, я не знаю, заснять что-то с камханта, и, допустим, ну можно уже и весь ролик тогда снять с обычной GTA, чтобы там, знаете, не бегали эти версии GTA от обычной до лаунчерной или вроде того. И просто, ну, решение проблемы тут простое. Не вижу даже смысла как-то всё это лишний раз обмусоливать. Говорить, мол, вот, Аризона РП, да как вы всё это делаете? Да чё ж вы такое, блядь, вообще производите, сука, успокойтесь уже и оставьте всё это в покое. Но ладно, ладно. Я играл на проекте Аризона Рули Плей Феникс. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи с Аризоны РП, они находятся в описании данного видео. Вы туда заходите. Там же в описании, кстати, есть мой телеграм-канал. Вы туда тоже можете зайти, войти, прочие вещи сделать и, в общем-то, играть, вообще прислуживать. Кому прислуживать, чё, блядь, несу. Играть вы можете и делать остальные вещи вы также можете. Всем до свидания, пока и всего хорошего, наверное, или нет. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок